27 декабря День спасателя. Накануне с этим праздником профессиональный аварийно-спасательный отряд Белореченского городского поселения поздравил глава города Юрий Фисенко. Приветствую команду аварийно-спасательного отряда, глава города отметил, что спасатели всегда первыми оказываются в дыму и огне пожаров, на затопленных территориях, в завалах разрушенных строений, в искореженных транспортных средствах. У вас именно не работа, а служба, потому что связана и с риском для жизни ежедневно. Вы находитесь на переднем крае по жизнеобеспечению города и района. Ваш профессионализм позволяет спасать и жизнь, и здоровье многих людей, поэтому без вас нам прожить очень было бы сложно. Созданный 27 декабря 2007 года профессиональный аварийно-спасательный отряд Белореченского городского поселения насчитывает 12 аттестованных спасателей. Это они в январе 2014, когда из-за погодных условий рвались линии электропередач, падали деревья, и половина жителей района осталась без света, выполняли задачи по ликвидации чрезвычайной ситуации. Это они осенью помогали жителям станицы Должанско-Ейского района в расчистке завалов из мусора и ремонте крыш, за что получили благодарность главы района. Это они ежедневно на посту, готовые в любой момент прийти на помощь. Спасателями учреждения за 2014 год совершено более 450 выездов. Из них 135 на различные происшествия и чрезвычайные ситуации. За это время было оказано помощи более 400 человек, из них 30 детей. За добросовестную службу и профессиональное оказание помощи в чрезвычайных ситуациях и в честь Дня спасателя лучшие были награждены благодарственными письмами главы города. Затем Юрий Фисенко побывал в учебных классах, где проходит теоретическая подготовка, а также ознакомился с оснащением и оборудованием аварийно-спасательного отряда, которое позволяет оперативно и своевременно оказывать профессиональную помощь пострадавшим, уменьшать число жертв и увеличивать количество спасенных жизней. Ну а в преддверии Нового года, когда праздника ждут не только дети, но и взрослые, когда телефон молчит и выдались редкие минуты отдыха, можно и чайку попить, а потом снова спешить на помощь к тем, кто сейчас в ней нуждается больше всего. Татьяна Шилятская, Артем Кузьмин. События и люди.